Здравствуйте, дорогие друзья. Новости с каббалистом Михаилом Лайтманом. Добрый день. Вы знаете, что такое селфи? Это самое популярное в интернете, это самое популярное сегодня. Психологи особенно не могут это объяснить, кроме того, что это в принципе нарцисское удовольствие. Люди снимают себя над летящим поездом, падая в пропасть. Погибают люди и снимают себя в последний момент. Снимают себя постоянно, все время выставляют, и другие любят на это смотреть. Объясняют это нарциссизмом, еще как-то. Но вот написано же, что психологи по большому счету объяснить это не могут. Но это вот такая вирус нашего века. Почему нельзя это объяснить? Ну, объясняют это. Слово эгоизм я здесь не видел. Если ты это выставляешь в интернет, это где-то там плавает вечность. Да. Интернет это как бы наша встреча с вечностью. То есть я жив вечно, да? Да. Это будет существовать в системе взаимоотношения людской постоянно. Так. И ты таким образом забросил туда себя самого. Но это же автопортрет. Вот говорят, почему автопортрет становится формой общения? Вот этот вопрос задают. Ну, потому что человек при этом фотографирует себя, он выражает себя. Да. А как же, да. Таким образом люди, которые на меня смотрят, они понимают, кто я, что я, что я. Я при этом выражаю своей мимикой, что я хочу сказать, на каком фоне я хочу себя зафиксировать. Это очень хорошая, очень такая конкретная передача информации. Вот есть одно из предположений у таких психологов, называется теория социального сравнения. Создатель Леон Фестинджер сказал, что у людей есть врожденные свойства постоянно оценивать себя по сравнению с другими. Это очень важный момент. Это обязательно всегда, иначе наш эгоизм же не может себя оценить. Как он может себя измерить, если не относительно… А, то есть зеркало должно быть все время. Обязательно относительно других. Я всегда им себя мерю. Я хуже, лучше, где, как. Главное вот так вот показать всем людям, где я, с кем я, на каком я фоне и так далее. Смотрите, завидуйте, любуйтесь. Но все-таки это интересно. Ты снимаешь ни другого, ни родных, ни близких. Ты снимаешь себя все время. Себя в пониже, себя на пропастью. А кого еще надо снимать? Как? Только себя. Любимых, родных, близких. Какие они любимые родные? Никаких любимых родных больше нет. Только я. Вот так вот. Да, конечно. Если я люблю кого-нибудь, так я люблю себя. Потому что этот человек мне дорог, доставляет мне удовольствие. Он мне доставляет удовольствие, поэтому я люблю его. И все. Посмотрите, я открыл пуп земли. Это я. И вот вы меня видите. Все. Больше вам не на что смотреть. Не на что вообще. Оставьте в покое все остальное. Вы видите меня. Все. Но это приведет нас к тупику, да? Да. Мы сегодня развиваемся очень быстро к сознанию эгоизма, окоязла. - Субтитры создавал DimaTorzok